Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы поговорить с вами о пчеловодном сезоне 2019 года, в том числе о лете 2019 года. Пожалуй, такого года и такого лета я не помню уже много лет. Вот. Были года, конечно, тоже неблагоприятные, но какие-то окошки, какие-то просветы были. Нынешнее лето нам просветов не дало. И как с весны начался вот этот холод, дожди, так они идут до сих пор. Все вы слышали, что у нас прошел большой ураган, и мы на неделю выпали, так сказать, из общего пространства. У нас был отключен свет, вода, связь, то есть вообще люди жили вне пространства. Сейчас у нас прошли большие дожди, затопило реки, озера, дома затопило, дороги затопило. В общем, аномальный климат и аномальная погода 2019 года продолжается. Ну, а сейчас я хотела бы поговорить про весну 2019 года. Улеглись немного страсти, немного нервы, и сейчас, так сказать, уже на свежую голову можно поговорить о том, чем мы встретили весну 2019 года. Ну, во-первых, конечно, пчеловоды все сами с усами, и на весну еще, как бы сказать, результатов таких особо никто не афишировал, что практически на 80-90 процентов, может быть, у кого-то меньше, у кого-то больше погибли пчелы по всей нашей местности. Я говорю за Тверскую область и за наш округ, про который я более-менее имею сведения. Ну, и все, конечно, пчеловоды это скрывали, и все было хорошо. Потом, в общем, пчелы, часть пчел осыпалась, часть пчел остались. Конечно, остались тоже слабые пчелы, которых надо подкармливать, которых надо было утеплять, которых надо было лечить. И, конечно, пчеловоды этим занимались, чтобы хотя бы как-то сохранить пчел. Май месяц был теплый, цвело очень много фруктовых деревьев, и пчелы цвели цветы, тепло было, пчелы наносили мед. Ну, и пчеловоды решили, что пчелам столько меда не надо, сняли магазины и откачали этот мед. Я, честно, вам говорю, что я мед не откачивала, и мы вообще не практикуем откачку майского меда. Почему? Потому что это, наверное, страховка или какая-то предусмотрительность. Ну, если есть остатки меда, излишки меда, то они останутся и до главного медосбора, а если их нет, то пчелы благополучно заберут этот мед к себе в гнезда. Тем более, что у нас июнь месяц, всегда год голодный, холодный, месяц голодный, холодный, и там практически меда не бывает. Ну, и как оказалось, весна немного погрела нас, а потом начались дожди и холод. Сегодня я хотела бы поговорить о весенних месяцах, потому что дальше картина еще плачевнее, и об этом поговорим в другом видео. А пока до свидания, всего вам доброго, с вами была бабка-пчеловодка.